Я тут в прошлом видео довольно сильно наехал на дзен. Ну как сильно? Я показал всю переписку с технической поддержкой, я показал за что у меня ограничили статью, я показал как они отвечают и что они отвечают. Вот. И в принципе из песни слов не выкинешь, но в этом видео попробуем немного оправдать дзен. Я покажу как ситуация развивалась в дальнейшем. В общем это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Прошлое видео, если интересно, я прикреплю в подсказках, посмотрите. Если не очень интересно, вкратце расскажу о чем там. В общем у меня было несколько статей, после вот этого вот введения возможности смотреть предупреждение, я открыл, у меня на одном канале был обзор на пневматику, и там написали, что это взрослый контент. Эти ограничения я очень быстро снял, ну потому что обвинения просто абсурдные. А вот другое ограничение, где на исторической статье мне написали, что так и так она ограничена за мат, скажем так, нецензурную лексику, я его попытался оспорить, мне сказали, что да, нецензурной лексики там нет, но есть сниженная лексика, и именно после этого, когда я начал спорить, а мне стали доказывать, что так решил алгоритм, я и записал это видео. Видео я прекрасно показал, что вот статья, но в этой статье из самого страшного, это вот дерзкое нападение, и там что наш офицер, когда у него попытались забрать пистолет, сказал этому человеку, что он предатель. Собственно вот, самые страшные моменты в моей статье. И поскольку по их словам техническая поддержка не участвует в оценке контента, я решил, пусть мой контент оценят зрители. Ну и видео записал. Вот. Поругался и покритиковал я там немного Яндекс.Зен, и вскоре мне пришел ответ. Пришел ответ на мое сообщение на почту, и пришел ответ в комментариях на Ютубе. Вот все сейчас вам и покажу. Давайте посмотрим. Ну и вот, собственно, после того, как я выпустил это видео, мне в комментариях отписался Яндекс.Зен. Написал он мне следующее. Здравствуйте. Чтобы мы подробно смогли изучить ваш вопрос, напишите, пожалуйста, нам в группу ВКонтакте. Все посмотрим. У нас действуют требования, которые прозрачны для всех блогеров. Тут ссылка на требования. При их нарушении применяются меры. Рекомендуем при заблокированной или ограниченной публикации не редактировать ее, написать сразу специалистам технической поддержки. Ну, там, как я уже говорил, ограничения это появились уже после того, как я отредактировал. То есть до этого статья прекрасно крутилась, так что вот этот пункт, он не очень здесь актуален. Но, тем не менее, я не писал в группу ВКонтакте. Но до этого, как я уже говорил, я писал в поддержку и говорил им, что они просто придираются. Собственно, ответ мне тоже пришел на почту. Я не знаю, смотрели ли те специалисты технической поддержки это видео, или они просто так ответили. Но вот что они написали. Добрый день. Сожалею, что у вас возникло такое впечатление, ведь мы с коллегами не участвуем в проверках материалов. Но это, собственно, ответ на то, что я сказал, вы придираетесь. Но мы как раз дополнительно уточняли информацию по этой публикации. После повторной проверки ограничения с материала «Ветеран Великой Отечественной» было снято. Пожалуйста, если вы вдруг столкнетесь с подобной ситуацией, напишите нам. Мы действительно заинтересованы помочь нашим блогерам. Рада, что у нас это удалось. Желаю хорошего дня. Настя. Кстати, по поводу того, что я столкнулся с подобной ситуацией, я в комментариях видел одну интересную версию, почему моя публикация была заблокирована. Сейчас я покажу вам ее. Вот тоже Игорь пишет мне, что блокируют мои статьи за то, что копируют чужие материалы. На самом деле, я не копирую чужие материалы. Я пишу об исторических событиях каких-то, пусть своими словами, но я использую разные источники при этом. Ну ладно, не суть. Разве не так вопрос? Ну вот я ответил, что нет, не так, это неправда. Я же развиваю свои мысли, богословие и т.д. Ко мне не придраться. Если честно, даже если отстрагироваться от того, что богословие, мне кажется, немного странной темой для Яндекс.Дзен, мне еще и кажется, что она там не очень популярна. Ну Игорь, ты развиваешь свои мысли и богословие, ну ради бога. Простите за каламбур. Мне эта тема, ну вообще неинтересна. Я бы сказал, даже тема у тебя очень своеобразная. Тут, конечно, были и другие комментарии, где люди пишут, у меня тоже на статью поставили блокировку. Вот статья историческая. Я в воскресенье написала в техподдержку, сняли только сегодня в среду, чтобы вы понимали. Там ничего не было от слова совсем. И у меня блокернули ее так же не сразу, а после исправления орфографической ошибки. Ну то есть ситуации были похожи. Вот, моя ситуация успешно разрешилась. Ограничения у меня сняли. Я даже им написал, что я рад, что ситуация разрешилась. Я тут выпустил видео, но это на случай, если они как раз те люди, которые оставили комментарии под моим видео от имени Яндекс.Дзена, где немного покритиковал Дзен. Думаю, в следующем видео расскажу, что все хорошо закончилось. Спасибо вам за помощь. Ну вот, собственно, выполняю это обещание, рассказываю, что у меня все хорошо закончилось. Но даже это сообщение у них было не последним. Они мне и на это ответили, что да, мы понимаем, что иногда такие некорректные реакции системы могут огорчать, но я могу предложить относиться к таким некорректным реакциям системы чуть более по-философски. Со своей стороны могу обещать, что я и мои коллеги обязательно придем к вам на помощь и разберемся в ситуации. Благодарю за понимание. В общем, про по-философски это интересное замечание, потому что у меня как раз получится в данной ситуации относиться по-философски, потому что я всю эту ситуацию раскрутил только потому, что мне принципиально. То есть статья-то у меня давно открутилась, Никакой прибыли я в принципе с нее бы уже не получал Но ее ограничили и мне захотелось разобраться почему Ну появляется ограничение, что у меня там нецензурные выражения Но я вижу отлично, что нецензурных выражений нет И можно было бы просто забить, но зачем забивать, если нужно разобраться в ситуации Поэтому можно сказать даже, что я не ради себя старался, а ради какой-то вот эфемерной может быть справедливости Но эта эфемерная справедливость в конечном итоге может и улучшить дзен Ну сам по себе как площадку Но в конечном итоге я даже не знаю связано ли вот это сообщение с комментариями, которые оставил дзен здесь То есть может быть вот эти люди и не знают, что ситуация у меня разрешилась Ну тут некоторые ехидно замечают, что мне скоро на работу, потому что у меня дзен не очень Но как оказалось у меня в принципе дзен-то все нормально Плюс помимо дзен у меня есть еще ютуб, еще есть и пульс, так что я проживу я думаю Но более интересный комментарий, что вот 5 сблокированных видео за неделю С момента появления предупреждений пишу в ТП через 2-3 дня, когда уже неактуально пишут ошибочно Предупреждение, нарушение авторских прав, шокирующий контент и ТП и ТД Вот это кстати большая проблема, что ты иногда выпускаешь статью новую, она отлично начинает крутиться А у тебя нет рекламы на ней, ее сняли по какой-то надуманной и ненадуманной причине Но если эта причина надуманная, а у тебя там за день у меня было такое, что 30 тысяч досчитываний набирается А рекламы такой допустим нету И получается ты мог бы заработать эти деньги, но из-за ошибки алгоритма у тебя этих денег нет Вот это вот действительно обидно Вот к этому уже будет сложно по-философски относиться Поэтому я всем рекомендую сразу после выпуска статьи, как она начинает крутиться, смотреть, есть ли там реклама Если рекламы нет, писать сразу в техническую поддержку, так и так говорить Может быть вы ошиблись, посмотрите пожалуйста повнимательнее Именно поэтому выпускать статьи в субботу и воскресенье, когда техническая поддержка работает не особо активно Я бы не всегда рекомендовал Если это хорошая статья, но вы не уверены, что алгоритм ошибется или не ошибется То стоит наверное подождать будних дней и в будние дни выпускать, когда вам оперативно смогут ответить И поэтому именно я не выпускаю ближе к вечеру, когда все спят То есть если вы выпустили алгоритм, ошибочно снял рекламу То скорее всего статья-то будет крутиться без этой рекламы Но вы ничего не заработаете Те люди, которые прочитали, это будет упущенная выгода И только на следующий день у вас проверят статью Причем не сразу разберутся И там уже будет-не будет реклама Но если опять же была ошибка, то вы упустили свою прибыль Вот Поэтому, как я уже сказал, я чаще всего выпускаю статьи в будние дни Днем, чтобы у них и было время ответить и проверить Чтобы они вообще находились на рабочем месте в это время Но я в принципе рад, что с Дзеном мы хоть как-то стали общаться Потому что до этого хоть меня и многие обвиняли в том, что я продался Дзену Что сомнительно, учитывая то, как часто я его критикую Но никакого контакта у меня с Дзеном на самом деле вообще не было В общем и целом, я благодарен Дзену, что моя ситуация разрешилась Я не знаю, как решаются ситуации у других людей Хотя, судя по комментариям, которые я вам показывал По крайней мере, один комментарий я показал У человека решилась тоже проблема Тоже через некоторое время, как и у меня То есть он написал в поддержку Там пять статей, как он написал, ограничили Со всех ограничения сняли Хоть и было уже неактуально С неактуальностью вот небольшая проблемка остается у Дзеном Что ограничения снимают не сразу, а через некоторое время Но будем надеяться, что алгоритм со временем начнет работать лучше И более оперативно техническая поддержка начнет решать эти проблемы Можете, конечно, меня опять обвинить, что я продался там и кто-то мне заплатил Но я надеюсь, у Дзена все будет хорошо И честные авторы начнут нормально зарабатывать, а не честные Пойдут куда-то зарабатывать в другое место На завод, например Я не пойду на завод, если что Это ответ тому комментатору Я ничего против завода не имею Я сам работал на заводе, если что Причем на заводе железобетонных изделий И причем просто рабочим Если что, это не очень-то легкий труд И хотя работал я там всего какой-то год Но перед тем, как советовать мне что-то связанное с заводом Стоит задуматься А тому ли человеку они это советуют Ну, большую часть времени я, конечно, проработал пиар-специалистом Интернет-маркетологом Так что про офисный труд я тоже многое знаю Вот, ну, это, конечно, к теме не очень относится Поэтому на этом заканчиваю До новых встреч Подписывайтесь на мой канал На инстаграм тоже подписывайтесь Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok